Полковник изменил родине, сдав хакера Полковник изменил родине, сдав хакера для бывшего офицера Центра информационной безопасности ФСБ запросили 20 лет заключения 6. Газета «Коммерсант» номер 31 от 20 февраля 2019 года, СТР 5. Как стало известно твердый знак, для фигурантов крупнейшего шпионского скандала бывших начальников отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ЦИП, ФСБ Сергея Михайлова и отделы компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслана Стоянова гособвинения запросила максимальные сроки наказания Это означает, что обвиняемые в раскрытии ФБР за 10 миллионов долларов способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Павла Врублевского могут провести по 20 лет в колонии строгого режима Сам господин Врублевский назвал твердый знак запрошенные сроки симметричным ответом на приговоры, которые выносят в США гражданам России По данным твердый знак, 18 февраля на процессе по делу Сергея Михайлова и Руслана Стоянова, которые проходят в Московском окружном военном суде в закрытом для СМИ режиме, состоялись прения сторон Представитель главной военной прокуратуры, ГВП, который поддерживает обвинения, посчитал, что вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного СТ 275, гасизмена, УК РФ, полностью доказана, и потребовал для них по 20 лет колонии строгого режима В ответных выступлениях защита попросила оправдать подсудимых, считая, что, напротив, фактов гасизмены в их деле не было Ожидается, что на следующей неделе господа Михайлов и Стоянов, не признающие свою вину, выступят с последним словом, после чего судья удалится для вынесения приговора Уголовное дело в отношении Сергея Михайлова и Руслана Стоянова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 года Вскоре на рабочих местах контрразведчики задержали сотрудника ЦИП, а потом и бывшего оперативника управления специальных технических мероприятий МВД майора Руслана Стоянова Он к этому времени уже работал в лаборатории Касперского Помимо них были задержаны и арестованы Лефортовским судом еще два фигуранта Починенный господина Михайлова Дмитрий Докучев и бизнесмен Георгий Фомченков, но материалы их дела до военного суда пока не дошли Все четверо были обвинены в гасизмены Что известно о расследовании дела офицеров Центра информационной безопасности ФСБ По версии следствия, полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Павла Врубливского, которого в США считают киберпреступником Эти данные полковник Михайлов и его Починины получили, участвуя в оперативной разработке господина Врубливского, который обвинялся в организации Атаки на платежную систему В июле 2010 года, из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты аэрофлота По версии следствия, собрав сведения, относящиеся к Гастайне, полковник Михайлов записал их на компакт-диск, который передал майору Докучаеву, а тот сотруднику лаборатории Касперского Руслану Стоянову Последний в 2011 году полетел на международную конференцию по кибербезопасности в Нью-Денвер, Канада Там, как следует из материалов уголовного дела, господин Стоянов передал диск Кимбер Лизенц, сотрудница американской компании iDefense Занимающийся защитой информации и активно сотрудничающий, по данным ФСБ, с ФБР По аналогичной схеме, считает следствие, действовал и предприниматель Георгий Фомченков, вывешивший еще один диск с секретными данными в США По некоторым данным, за информацию им обещали вознаграждение на общую сумму 10 миллионов долларов Однако сколько именно получили предполагаемые изменники и нашли ли у них крупные суммы денег, до сих пор неизвестно Господин в рублевских сроках, запрошенных обвинением, узнал от твердых знак При этом сам бизнесмен подсчитал их логичным и симметричным ответом на те приговоры, которые выносятся в отношении российских граждан в США Господин в рублевский отметил, что роль обоих обвиняемых в преступлении была явно разной Полковник Михайлов, отметил он, это умный враг и предатель, который отлично понимал, чем он занимается и какой ущерб его действия наносит Родине По мнению господина в рублевского, чекист вначале хотел добиться карьерного роста и сам пошел на сотрудничество с ФБР, которое, как я понимаю, начало снабжать его информацией Реализуя эти данные, полковник поднялся по службе, а когда в ответ от него потребовали раскрытие оперативных методов работы ФСБ, он легко согласился Что касается Руслана Стоянова, то, по мнению господина в рублевского, тот скорее заигрался в борьбу с киберпреступностью, хакерами, а на самом деле был просто использован Михайловым в своей игре Владислав Трифонов Продолжение следует...